Здравствуйте, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Продолжаем дальше сборку и покраску автомобиля Ивека от фирмы Италери. Как видите, я его уже собрал полностью, подготовил к покраске. Теперь будем его красить. Ну, хочу прежде поделиться впечатлениями о данной модели, о фирме-изготовителе этой модели. У Италери, в принципе, это новинка. Не знаю точно, 2014 или 2015 года модель. Вот, мы склоним к 2015 году, потому что на коробке не указано. Довольно-таки хорошее. Хорошее литье. Хотя были местами небольшие стыки пресс-форм, которые легко удалялись. В принципе, небольшие утяжинки были. Как я показывал ранее на бронированном днище автомобиля. Вот. А так, в целом, модель очень понравилась. В сборке она была быстрой. То есть, если много свободного времени, собирается она вообще на ура. Буквально за выходной день, если целиком отдать выходной день, ее можно без проблем собрать. Ну, немножко вот из минусов скажу фототравление. Его, конечно, маловато в данном наборе. И само по себе оно очень жесткое. То есть, тяжело гнется. Если нету специальной гнулки, то, конечно, приходилось несколькими пассатижиками ее подгибать, гнуть. И все равно оно такое жестковатое. Ну, про сборку сказал, что сборка мне очень понравилась. Детализация, конечно, небольшая на модели. В принципе, рисунки, все. Уштамповка на модели. Всякие. Эти сделаны хорошо. Трос взял от фирмы Эврика. Поставил на лебедку. Сеточки, конечно, вот данные. Можно было бы, конечно, красивее бы они смотрелись, если бы они были даны не с сетки, а с фототравления. А так вот из капроновой сетки сделаны. Ну, в целом, в целом, модель сделана достойно. Ну, скажу, что пулемет, конечно, если у кого-то есть финансы лишние, можно заменить на смолу. И так же браунинг крупнокалиберный тоже желательно заменить на смолу. Ну, если кто собирает из коробки, в принципе, и так достойно выглядит. Интересная машина, интересная модель. Мне модель очень понравилась. В принципе, если еще выдастся, то я бы с удовольствием еще собрал бы такую модель. Только, может быть, уже красил бы ее в кисочный камуфляж. А так буду красить модель, вот, как я и говорил, буду красить ее в НАТО, в стандартный НАТОвский камуфляж. Декали буду использовать для контингента войск в Афганистане итальянского. Ну, вот, буду использовать НАТО коричневый, XF68, НАТО браун. НАТО зеленый, XF69, НАТО грин. И буду использовать НАТО черный, XF69, НАТО блэк. Камуфляж будет трехцветным. Смотрите продолжение, смотрите следующую часть, в которой будет уже покраска. Красить буду сначала в черный цвет. Буду начинать не как многие рекомендуют от светлого, мне больше нравится. И более удобно начинать от более темного цвета. Поэтому я буду ее красить в черный, потом в коричневый, а уже потом буду задувать зеленым. Спасибо вам, друзья, за просмотры, спасибо за комментарии. Всем благ вам и вашим близким. Смотрите продолжение.